23 декабря 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл восстановленную эскалаторную галерею на Воробьевых горах. Как сказал мэр, здесь сегодня открыли историческую эскалаторную галерею, которая не работала 40 лет. Мы ее полностью восстановили и отстроили. Она введена по просьбам москвичей и снова будет радовать все поколения многие десятилетия. К открытию галереи в нижнем вестибюле была развернута выставка работ учащихся Центра художественного образования Московского дворца пионеров, посвященных достопримечательностям столицы. При восстановлении галереи использовались российские технологии и материалы. По решению мэра Москвы проезд здесь будет бесплатным. Продолжительность поездки на эскалаторной галереи составит примерно полторы минуты. В рабочие дни пассажиропоток галереи может составлять 15 тысяч человек, а в выходные, праздники и дни спортивных турниров до 20 тысяч. Эскалаторная галерея на Воробьевых горах, возведенная по проекту архитектора Нины Алешиной и Александра Стрелкова, была открыта 23 июля 1959 года. Через полтора года после начала работы одноименной станции Кировско-Фрунзенской, ныне Сокольнической линии метро. С помощью эскалаторов можно было за несколько минут добраться от метро до улицы Косыгина. В 60-е и 80-е годы прошлого века галерея на Воробьевых горах пользовалась популярностью у студентов МГУ имени Ломоносова, учащихся дворца пионеров, посетителей смотровой площадки, любителей зимних видов спорта и многочисленных турниров. Однако с течением времени ошибки, допущенные при проектировании станции метро Ленинские горы, привели к нарушению гидроизоляции, разрушению конструкции и снижению несущей способности Лужнецкого метромоста. Под эскалаторной галереей произошло смещение грунтов, из-за чего в конструкциях появились трещины. Поэтому в 1983 году было принято решение о закрытии эскалаторов для пассажиров. Более подробно об истории эскалаторной галереи можно будет узнать в конце данного выпуска. Как и прежде, нижний вестибюль эскалаторной галереи расположен примерно в 150 метрах от южного выхода станции Воробьевы горы. Верхний вестибюль выходит на улицу Косыгина. Решение о восстановлении эскалаторной галереи было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2020 году после масштабных проектно-изыскательских работ. На крыше верхнего вестибюля появилась смотровая площадка с отличным видом на Москву реку, стадион Лужники и даже центр столицы. Общая площадь остекления галереи превысила 1000 квадратных метров. Через прочные светопрозрачные конструкции пассажирам открывается живописный вид на лесопарковую зону Воробьевых гор. В начале 2023 года прилегающую к вестибюлям территорию благоустроят. Здесь уложат плитку, установят скамейки и уличные фонари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok К концу 1950-х, начало 1960-х годов Юго-Запад стал богатым на содержание районом, новым центром притяжения Москвы. Станция метро Ленинские горы, ныне Воробьевы горы, размещенная над рекой из соображения удешевления строительства, получила два выхода. И если вестибюль с выходом в спортивную долину левого берега оказался удобным во всех отношениях, то правобережный вестибюль станции ввел в лесопарк с набережной. Сверху располагался гигантский район, дворец пионеров, главная смотровая площадка столицы, открытая в 1948 году. Позже добавились еще ряд других крупных общественных комплексов. В связи с этим было принято решение одновременно со станцией вести в строй отдельный транспортный объект со своими собственными вестибюлями, крытую эскалаторную галерею длиной 80 метров. Архитекторами были Алешина, которая была также архитектором обоих вестибюлей Ленинских гор, и стрелков. Изначально на обоих вестибюлях были установлены символы метрополитена, но ввиду дезинформирующего эффекта они были убраны. Вход на эскалаторную галерею был бесплатным. Сама галерея представляла собой три эскалатора длиной 90 метров каждый, крытых сверху ступенчатым навесом с видом на Воробьевы горы через окна. С обоих концов эскалаторов были вывешены указатели. В обоих вестибюлях располагались служебные и технические помещения. За время эксплуатации из-за оползней и смещений горных пород стены галереи покрылись трещинами, и она постепенно пришла в аварийное состояние. После закрытия станции Ленинские горы на длительную реконструкцию галерея просуществовала еще некоторое время, до 1988 года. Однако ремонтировать галерею в условиях отсутствия рентабельности посчитали нецелесообразным, и в октябре 1983 года в связи с окончанием срока безопасной эксплуатации эскалаторы приостановили работу для пассажиров. По состоянию на 1988 год были прекращены даже их профилактические запуски. Позже все три эскалатора и какие-либо элементы архитектуры были демонтированы, а в 2001 году верхний вестибюль был снесен. Входы в оставшийся нижний вестибюль были замурованы, так что попасть внутрь галереи можно было только через оконные пространства и дыры в стенах. Заброшенный, никем не охраняемый объект постепенно разрушался, все больше исключая возможность восстановления без предварительного сноса галереи. По состоянию на 2019 год основные конструкции галереи, кроме фундамента, были снесены. Работающую эскалаторную галерею можно наблюдать в фильмах «Дорога к морю» 1965 года, «Подсолнухе» 1970 года и «Ох уж это Настя» 1972 года. Субтитры создавал DimaTorzok После окончания реконструкции станции Воробьевы горы несколько раз предпринимались попытки восстановить эскалаторную галерею, однако все они потерпели неудачу. В частности, в 2000 году было подписано постановление правительства Москвы о проведении восстановительных работ, однако в 2005 году в связи со сложностью и особыми условиями и высокой стоимостью реконструкции они были отменены. В 2018 году стало известно, что галерею все же собираются восстановить. К декабрю был готов проект реконструкции объекта, отгорожена стройплощадка и начались подготовительные работы. Весной 2019 года были демонтированы изношенные конструкции. По данным столичного Диптранса, открытие новой эскалаторной галереи произойдет до конца 2022 года. На склоне от станции метро Воробьевы горы до улицы Косыгина появятся сразу три эскалатора, а на крыше галереи сделают обзорные площадки. Галереей будут пользоваться до 5000 человек в рабочий день и до 10 тысяч в выходной. Как заявил заммэра Москвы Максим Лексутов, Воробьевы горы это точка притяжения москвичей и туристов. Мы не просто воссоздадим уникальный объект в том виде, в котором он задумывался, но еще вернем ему важную транспортную функцию. Откроется ли своевременно новая эскалаторная галерея, покажет время. А старая легендарная советская эскалаторная галерея на Воробьевских горах навсегда ушла в историю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова